Ребятушки, всем привет! Всех вас целую, люблю, до луны и обратно. В общем, девчата, у нас штормовое предупреждение. Везде в интернете пишут, по всем группам пишут, что что-то будет эти дни. Ну, может быть и ничего не будет, но пишут по краю, что... Три дня, да, Эдик, возможны... Вплоть до 9-го числа возможны ливни, град, в общем, наводнения и все такое. И мы сейчас что делаем? Все, что возможно убрать, мы убираем. Все, что невозможно, накрываем. В общем, машину отогнали к соседям, поставили у них большой навес на всякий случай. Вдруг и Сеград пойдет. Он-то начинается резко. Цветы мелкие все позаносили. А вот эти вот горшки-то, они большие. Здесь есть прям такие тяжелые горшки. Ну, где земля покупная, там они легкие. А где этот... Земли больше с огорода, они прям тяжеленные. В общем, Эдик сейчас ведрами накрывает все эти елочки. Сорняк, да, там растет, землю же с огорода брали. А ты сверху что-то еще положишь, да, для тяжести? А, пойду я плитку принесу. Плитку можно будет сверху положить. Я думала, вот это в Черкесске прошло. Вот, видите, цветы сюда составили. Но эти я не знаю. Эти вот вроде бы стоят под козырьком. Заносить, не заносить. Думала в Черкесске то, что град прошел. И на этом, наверное, думала, все и закончится. Но не тут-то было. И, в общем, 9 числа мы собирались ехать, Алинин, Камилен класс, собирались ехать на отдых с детьми. В общем, тоже эту поездку отменили, потому что даже в школу пришло письмо, что штормовое предупреждение, детей никуда не вывозить. И, в общем, переживаем, что что-то будет. Вот ветер поднялся, все потемнело. И у нас еще, видите, жара. Вчера была такая аномальная жара. Сегодня была жара. Вот для июня месяца такого не должно быть. В общем, с погодой что-то творится не то. Вот эти ящики тоже сейчас туда вот под навес занесу. В общем, все, что можно спасти, спасем. Что не можно. Клумба у меня там. Клумбу как-то ее всю накроешь. Никак не накроешь. В общем, как говорится, что будет, то будет. Вот эти горшочки тоже, они стоят как бы под козырьком. Ну, эти, в принципе, я сейчас занесу, что они-то легкие, маленькие. Эдик, давай вот эти вот тоже зайди туда под навесик, чтобы не этот. У Эдика после града, то что в Черкесске, у него до сих пор еще синяки не прошли. Он весь синий, поколоченный. Один бок, как он машину закрывал. Так ты еще не мог машину, да, закрыть тогда? Не мог я дверь закрыть от такого шквала, шквала этого ветра. Я ее, ну, думаю, открою и посмотрю, что творится. Все, я ее не мог обратить. И вот он за то, что не мог открыть, вот этот бок у него весь по этот, как его, побитый градом. Так, вот так накладываю. Посмотрим, если что, они же не задохнутся, я думаю, за ночь, да? Если что, утром откроем. Да эти ж под навесиком тут стоят. Или давай лучше все поднимем, ну его. Или туда ближе, да. И вот так мы каждый год живем в страхе, каждый год. Как вот это время, ну, это всего в этом году что-то припозднилось, да, в июне. Обычно у нас в мае все катаклизмы происходят. Давай вот эти сейчас воздвинем, вот эти два туда под навес. Сейчас, девчата, отключусь, да. Помните, я вам говорила, кастрюлю эту сколько раз выкидывала, а Эдик ее все обратно и обратно приносит. И вот скажите, вот не пригодилась она сейчас? Пригодилась. А так я ее выкинула, ее мусор, мусорка уже приехала бы, забрала. Отсюда вот уже все поубирали. Ну, в общем, будем ждать. А, вот еще вот эти две елочки тоже сейчас накрою их ведрами сверху. Ну, и в принципе все, все, что могли убрать, убрали. А так чему быть, того не виновать. Сюда в беседку тоже позаносили цветы. Смотрите, эти петуньи как красиво разрастаются. Остаются вообще обалденные такие прям шапочками такими. Ну, конечно, жалко, если побьет. То есть, и удастся спасти, пусть хотя бы тут стоят. Хотя бы мы сделали попытку что-то спасти. Вот, девчата, ему установили вчера кулер. Это то, что мне Хадя дарила на день рождения. Вот, он все стоял как-то. И вчера, позавчера этих только воду на него привез. Привез воду. Две бутыли вот этих взял. Потом одна закончится. Две взяли, чтобы одну сдать, одну менять. Ну, получается, ты когда сдаешь, 130 рублей такая бутыль стоит. Ну, и в общем, у нас теперь тут холодная водичка, кипяточек. Вот, кофе хочешь, отсюда можно наливать. Кипяток прям 95 градусов, как с чайника. Ну, и вода прям холодная, прям настолько холодная. Ну, в общем, в жару самое то, самое отлично. И розы, видите, все розы тоже сюда поставили. Ребятушки, всем привет. Сегодняшний день, в общем, пока у нас града не было. Вот это мы вчера все понакрывали, пока тву-тву-тву. Но еще это ни о чем не говорит. Да, до 9 числа. Расслабляться нельзя. Но пока погода хорошая, у нас дела были в городе. Выехали по делам. И заехали в нашу эту комнату, студию. Уже там все идет к завершению. Купить плентуса. Плентуса нам надо установить. И что еще идем? Ну, я думаю, вот эти вот бежевые. Да, они как раз под покраску подходят. И не широкие, и не большие такие. Так что скоро этот... Ленточку надо красную еще купить. Буду заезжать. Эдю, ленту буду перерезать. Да я шучу, конечно. Ну, темные тоже ничего такие. Выделять. Может даже вот эти вот, рыжие. У нас же есть там такой кирпичик, один темный, через чур, да? Ну, в общем, меня это меньше всего волнует, какие там будут плентуса. Какая разница. Какие поставишь, такие поставишь. Какие будут, такие будут. Это мне уже не принципиально. Вешалка. Как у меня, видите, только от той вешалки, что у меня где я цветы повесила. Ей, наверное, лет уже, наверное, за 30. А это вот все то же самое, только уже в новом формате. Моя тяжелая, ее не поднимешь. А это вот облегченная вешалка. А так, видите, они до сих пор еще актуальны. И сколько она стоит? 1850. Это 2000. Ну, я ее вот под цветы приспособила. И так повесила, и так повесила в разных уровнях. Так, вот такая вот вешалка тоже в дом. 2650. В общем, вот такого цвета Эдик выбрал. Приехали, девчата, домой. Взяла вот этих вот карасей, 2 килограмма. Мне их там почистили. Я их пришла, помыла. Сейчас надрезы сделаю. Засолю. Пускай минут, ну, хотя бы полчасика просолятся. И можно будет жарить. Ой, рыбу не могу вот наесться. Да и ела бы, ела бы ее каждый день. Надрезы. Ну, караси крупные. На мелких я не могу нарваться. Я вообще люблю прям мелкие-мелкие. Вот мелочь прям. Чистить их, конечно. Короче, караси по 180 рублей. Я по-быстрому на рынок забежала. Такое я по мелочи взяла. Вот этих карасиков. Картошки взяла. И все. Ничего я там снимать не стала. Жара такая прям вообще. То ветер, то жара. Аномальная, понимаете? Не просто обычная жара. А аномальная. Мне кажется, наверное, все 40 градусов. Не то, что там 30-35. Так, я ее помыла, но я ее еще раз сейчас сполосну. Засолю. Маринад пока приготовлю. Для рыбки. В такую жару, видите, анущей, борщей уже не наваришь. Что-то такого вот холодненького с холодильника ты стал, перекусил. Вот, рыба сама то. Все, еще раз сполоснула ее. Так, ложка. Ну и часик пускай постоит. И как раз на ужин пожарю. Может минут 40. Так, и перца черного. Все пускай просаливается. Угостили нас черешней. У людей такое дерево огромное. Мы там сейчас по делам ездили, заезжали. Там кому-то. У них просто огромнейшее дерево. Я говорю, а что вы ее этот не продаете? Говорю, на рынке вон черешня 300-350. Так, кто бы, говорит, ее собирал бы. И к ним как раз пельмянник пришел, начал себе рвать. Они нам высыпали в пакет, сколько он смог нарвать. Но наша тоже уже должна вот-вот поспеть. Сейчас пойду посмотрю, что там с нашей черешней. Ну, я думаю, неделька еще, и уже можно будет есть. Сейчас помою ее. Будем есть. То, что Шанька мне вот здесь наворотил, я еще, девчата, не переделывала клумбу. Мне некогда было. Некогда было, потому что обзор вышел не до клумбы. Потом на днях сделаю. Сегодня, завтра, послезавтра. В общем, не горит. А здесь у меня роза штамбовая. Смотрите. Начала бутончики давать. Роза Валентина ее зовут. Вот, видите, два бутончика на штамбовой розе. Какая прелесть. Так, пойду черешню. А что я вчера ее смотрела? Я не то, что смотрела вчера. Вот это, когда должен был град начаться. Ну, я думала, град пойдет или что-то там. Ливень сильный. Думаю, если град пойдет, еще черешню обобьет. Пошла вчера по веткам, полазила. Более или менее такие повыбирала, которые можно есть. Ну, еще и не можно. Она еще не черная. Как бы еле-еле сладкая. Еще силу она не набрала свою. Только начинает. Вот такая она, видите, краснобокая. Вот, только-только. Вот такая. Но целенькая вся. Нет, вот как в том году было, знаете, какие-то болячки на них. Что-то там не так вот было. А это все прям целенькие, хорошенькие. Но это вот, наверное, благодаря тому, что вовремя в этом году опрыскивали листики. Вот, видите, по листикам же тоже все определяется. Листики здоровенькие. Приросты такие прям хорошие. Вот это же все приросты, видите. Хорошие приросты на деревьях в этом году. Так, вот, видите. Ну, вот эту можно съесть. Не, еще зеленая все равно. Три ветки у нас. Или четыре. Или пять. Сколько я запуталась. А, пять веток черешни у нас. Пять деревьев. На всех пяти деревьях что-то есть. Не много, но есть. Ну, я думаю, ведро. Может, даже два. Можно будет собрать. Как говорят, цыплят по усе не считают. Тут этот, штормовое предупреждение. А я тут уже черешню считаю. Сколько мы соберем ее. Просто поесть. Я с ней ничего делать не буду. От души наестся. Вкусненько. Я прям не мытую. С ветки. Ну, когда последнюю обработку сада делали, я ни черешню, ни вишню не опрыскивала. Потому что, думаю, поспеет. И что мы будем эту химию есть. А ту обработку, что делали, она через 30 дней, как написано в инструкции, через 30 дней выводится. Но прошло уже даже намного больше. Поэтому с ветки едим. Тут у меня тоже бутончики. Видите, вовсю. Гляньте, прям целая эта охапка бутонов. Вот бутон на розе. Трава, девчата, вот именно здесь не растет, где я застелила. Трава, вот видите, чуть лазит, где я оставляла место, ну, чтобы розы удобно было поливать. Вот, там кружочки такие оставляла. Вот оттуда вот травка пробивается. А здесь, вот видите, какая красота. Вот тоже новый цвет какой-то зацвел. Это осыпалось, это можно, это пускай еще побудет ободрать. Вот второе. Вот этот куст, я тогда роза только зацвела, несколько дней полюбовалась, оборвала ее. И вот сейчас и пойдет второе цветение. Вот новые бутоны. Ну, в общем, я розочками довольна. Все они живенькие такие, хорошенькие. А вот эту вот, вы сказали, надо ее обрезать. Обрезала, но она опять никаких признаков жизни не подает. Ничего, ниоткуда в она не лезет. Сказали, слепой побег, там что-то этот. Я, может, не знаю, неправильно отрезала, девчата. Может, вы понимаете, может, мне заскриншотите, покажете мне вот стрелочкой, где мне тут что обрезать. Но обрезала, вот, ничего не происходит. Обрезала где-то, ну, неделю назад, что ли. И ничего не происходит с этой розой. Вот она какая-то у меня одна здесь, недоделанная. А это вот фиолетовые. Видите, фиолетовым цветет. А вот эту вот обрезала, что говорили, слепой побег. Вот, действительно, вот я их вместе, вот эту и ту тогда порезала. Отсюда пошел, видите, новый росток. А с той розой не происходит ничего. Елки я свои пооткрывала с утра. Но эти все крышки ихние, колпачки, пускай стоят. Я их пока убирать не буду. Вдруг вот так вот что-то за непогодится, сверху накрою. Потому что в любой момент может начаться что-нибудь. Или сильный град, или сильный дождь, или ливень. Ой, пускай все это стороной обойдет. Это страшно, конечно же, все, потому что я знаю про это. Мы два наводнения здесь пережили. Поэтому мы знаем, что это очень страшно. Все, рыбка у меня жарится уже. Три штуки только на сковородку помещается. У меня их семь штучек. Семь рыб. Вот это мука у меня в пакете. Масло для львов. Картошку девчата молодую поставила варить. Так, и остается у меня одна рыбка еще. Девчата молодая, Ирчусь, Семь рыбка, Уменьш, Уменьш. Мне не надо, Я не могу, Ты не могу, Я не могу, Я не могу, Я не могу, Я не умею. Могу. Я не могу, Я не могу. Я не могу. И последняя. Так, девчата, все, картошка готова. Это вы знаете, что? Это именно домашняя сметана. То есть вот сливки. Они уже в холодильнике застыли, эти сливки. Именно домашние, желтые, желтые. И вот такие вот. Алина, сделай, пишет телевизор. Так, я сюда отправляю укроп. Солю. И вот так вот сейчас это дело все буду потрушить. Сейчас сметана там, эта домашняя разойдется. Она прям как масло. Такую в магазине не купишь. Сейчас еще не разошлась сметанка. В общем, получается, первый раз в этом году будем есть молодую картошку. Именно настоящую молодую. Не то, что мы до этого покупали вот эту импортную, там, азербайджанскую, какую-то еще. А именно уже наша местная. Ну, как-то ее все равно там выращивают, наверное. Раньше сажают, наверное. Рыбка у меня дожаривается. Сейчас будем обедать. Ой, обедать. Ужинать. Ну, вот такой вот получился у нас, девчата, ужин. Сейчас маринад добавлю в рыбу. Это я лук замариновала. У меня здесь лук, зелень, уксус, соль, сахар и масло подсолнечное. И вот так вот засыпаю. И рыбка, которая останется на завтра, вот на завтра она будет вообще, она пропитается вот этим маринадом. И будет очень-очень вкусно. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Всех вас целую, люблю. До луны и обратно. Всем пока-пока-пока. Продолжение следует...